Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Каферийская Венера Ян Майсис. Пиздаты, дерево, масло 130 на 156. До настоящего времени сюжет этого полотна Яна Майсиса точно не установлен. Женщина, изображенная на первом плане, довольно часто интерпретируется как флора, потому что держит в руке букет из белых и красных гвоздик. Или Венера из-за изысканных бус, украшающих ее шею и грудь. В пользу последней догадки говорит пейзаж из моря, из пены которой, согласно мифу, и появилась богиня любви. Рядом с ней стоит ваза с цветами. Среди них есть белые и красные розы, вероятно являющиеся символом любви. За фигуры прекрасной девы на блюстрадах лежат мраморные сферы, которые в эпоху Возрождения считались совершенной геометрической формой. Возможно, шары намек на божественную красоту героини. Чтобы подчеркнуть значимость изящества и чувственной притягательности женщины, художник изобразил павлина, символа богини брака и материнства, юноны. Справа в саду Массейс поместил влюбленную пару. Молодой человек, сняв шляпу, придерживая шпагу, припадает на колено перед своей дамой. Главная героиня, которой принадлежит большей частью холста, поражает удивительной красотой, тонкими чертами лица, чарующими миндалевидными глазами, изящными пальцами, прекрасной прической. Все эти черты характерны для так называемой школы Фонтеглова. Ну вот, такое описание я нашел к работе Ян Майсис «Кефирийская Венера». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.